Более двухсот человек вышли на старт последнего этапа соревнований на Кубок Чемпионов по марафонскому плаванию. На водную гладь озера Денежное выходили как любители, так и профессионалы. Инициатором, вдохновителем и организатором этого международного турнира стала чемпионка Олимпиады в Пекине Лариса Ильченко. Соревнования вызвали огромный интерес как у простых любителей здорового образа жизни, так и уважаемых в мире спорта людей. Чтобы молодежь дальше были, чемпионы рождались, конечно, нужно соревнования, в том числе, чтобы они проходили именно такого не областного, а всероссийского международного турнира. И вот Лариса Ильченко, конечно, она очень хотела, и у нее получилось. Я говорю, ты, конечно, сделала большое дело, и ты вошла в команду, когда все чемпионы на Волгоградской области проводят свои соревнования, детские, взрослые, международные. Это не важно, главное, что есть желание, есть посыл развивать свой вид спорта, и есть хорошее начало, оно положено. Я думаю, что дальше мы будем только поддерживать друг друга, будем проводить в дальнейшем турнир. Лариса вот эти соревнования решила организовывать сама. Мы когда сказали о том, что, пожалуйста, пусть мы клубам поможем, все, она говорит, Питерс, я хочу сама. Она сама нашла спонсоров, сама вот это все организовала, то есть, конечно, она очень любит открытую воду, и поэтому это, прежде всего, хочется сказать, вот ее инициатива, видимо, это хорошее предназначение, вот продолжить вот это нас открытую воду, вывести на более высокий уровень. Что относится? Действительно, событие большое, потому что все-таки у нас такие знаковые спортсмены, как Лариса Ильченко, многократная чемпионка мира, олимпийская чемпионка, Юра Худинов, многократный чемпион мира. Это непростые спортсмены, и поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы создать первые соревнования, которые, конечно, продолжались уже на более высоком уровне. Лариса Ильченко, она у нас олимпийская чемпионка, вы знаете, да, завевала золото в Пекине, и на этом не останавливается, и теперь проводят вот такие серьезные турниры. И очень приятно, что такие турниры проходят у нас здесь, в Волгоградской области, в городе Волгограде, на нашей героической земле, и как раз вот на озере Денежном. Соревнования скоротечные, участникам нужно было проплыть чуть более 1800 метров. После финиша стало понятно, что волгоградский марафонец Даниил Серебренников стал вторым. Однако, по сумме результатов всех этапов Кубка чемпионов, он вышел победителем. Напоминаю, что главное – пересечь арку, и вот ребята выбегают мощным, и да, все, друзья! Второе место для меня, конечно, это, ну, не сказать, что фиаско, но хотелось бы, конечно, выиграть, тем более нахожусь на родной земле волгоградской, и здесь нельзя было просто проигрывать. Но вот, к сожалению, форма меня сейчас подвела, потому что мы недавно приехали с чемпионата России, где, вы знаете, прошел отбор на чемпионат Европы в Берлине, вот, и силы оставил там, на 100% там выкладывался на каждой дистанции, поэтому еще не успел восстановиться полностью, и так получилось, что сейчас не смог реализоваться полностью и показать достойный результат, поэтому заранее извиняюсь, вернее, не заранее, а уже извиняюсь после итогов данного Кубка, но все-таки я, в общем, в зачете первый, и, то есть, мне это, как бы, доставляет удовольствие больше, чем этот проигрыш сегодня. Приятным сюрпризом выглядело появление в списке участников нашей олимпийской гордости Ларисы Ильченко, которая ушла из большого спорта уже несколько лет назад. Я поняла, что выйду на старт за два дня до старта, когда приехала сюда моя подруга, моя такая сестра, можно сказать, по команде Екатерина Селиверстова, и предложила мне, как она сказала, тряхнем стариной, и мы с ней вместе вышли на старт, ну, естественно, я была в своем спокойном темпе, никуда не спеша, рассматривая красоты нашего озера Денежного, наслаждаясь дистанцией, ну, и мне кажется, что для плавцов на открытой воде это на всю жизнь, когда видишь буи, хочется плыть. Состязания в Волгограде завершились, и тут не важно, кто стал первым, и нельзя не согласиться со словами спортсмена-любителя, приехавшего в Волгоград из Липецка. Плавание – это удовольствие, наслаждение и здоровье. И, во-вторых, мы, кроме всего прочего, просто выступаем за свою команду, команда Липецка выступает в этих соревнованиях, и мы, и я, и команда участвовала во всех трех заплывах – Москва, Липецк, Волгоград. У меня 15-летняя дочка – кандидат мастера спорта, 11-летняя дочка уже второй разряд выполнила, жена тоже плавает, и мы все потихонечку всей семьей плаваем, и в Калининграде была янтарная миля, где мы плавали в прошлом году. И сейчас жалко, просто дочки не смогли поплыть здесь. Мы прощаемся с копком чемпионов до следующего года. Соревнования доказали право на свое существование и развитие. На следующее лето к нам в Волгоград вновь приедут лучшие спортсмены мира, и вновь у нас будет большой, яркий и запоминающийся спортивный праздник.